На сегодняшний день идет процесс обвинения, то есть Украина представляет свое обвинение, Россия, так же как и Украина, имеет дважды право голоса, как-то отвечает на это событие. Пока что это были превью, Украина была более слабой позицией, выступали, что называется, первые, а сейчас мы уже услышали выступление российских представителей. Почему слабая позиция? Как раз позиция обвинения, она должна основываться на доказательной базе и иметь какой-то четкий посыл, то есть содержание иска, чего мы хотим, вернее, наша дипломатия от России. То есть ответное слово России. Дальше международный суд либо примет дело к рассмотрению, либо не примет, как это было с Югославией, когда они обращались с иском к 10 странам, участникам НАТО. Дальше будут рассматривать дело по существу. Вопрос тут даже не позиции, да, Украины позиция, она хочет доказать свою правоту. Вопрос, что нам решение суда в результате и когда оно будет, даст. Но решение международного суда не имеет механизма принуждения, да, к выполнению своего решения, а есть только простая констатация факта. Они могут разобраться в конфликте и сказать, кто виноват. Даже функции штрафовать у международного суда ООН просто нет. Если европейский суд может каким-то образом присудить возмещение убытков, связанных с тем или иным событием, и как следствие потом в обеспечении иска арестовать имущество России за пределами Российской Федерации, имеется в виду в Европе, то международного суда этого нет. Второе. Не факт, что наша позиция окажется состоятельной, как во многих европейских судах, куда Украина обращалась, расширяя санкции, арестовывая имущество бывших чиновников. Основные специалисты привлечены и потрачены деньги немалые. Безусловно. Деньги надо отрабатывать, отчитывать тоже, информповоды создавать тоже. И третье. Надо понимать, что все нормы международного права и механизма создавались после Второй мировой войны, в первую очередь странами-победителями, в том числе и СССР. Россия является правоприемником Советского Союза, и поэтому, я думаю, имеет относительно привилегированное положение, по крайней мере за всю историю, ни одна из крупных стран-участников конфликта, имеется в виду Второй мировой, к ответственности не были привлечены, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Поэтому посмотрим, как это действительно будет происходить. Мне интересно, какие действительно доказательства будут предоставлены Украиной, но я могу сказать и поддержать Василия касательно огромных складов. Допустим, на территории Харьковской области есть такой город Лозовая, в котором склады, если помните, там был пожар, взрывы, туда прилетали министры, были огромные ресурсы задействованы для того, чтобы переселить людей, эвакуировать, и чтобы погасить этот пожар и нивелировать последствия взрывов на военных складах. Так я могу сказать, что там склады, в которых оружие заводится эшелонами, и там, наверное, большое количество эшелонов этого оружия. Поэтому насчет стрелкового оружия, боеприпасов, градам и так далее, помним Новобогдановку, да, как грады летели тоже при пожарах. Тут ответы и есть. Есть огромное количество техники, которая была захвачена во время Иловайских событий, Дебальцева и так далее, и тому подобное, когда Украина не была готова к противостоянию, и технику буквально бросали. Но вот касательно новых образцов, те, которые использовались не на вооружении Советского Союза, а именно сейчас стоят современные на вооружении Российской Федерации, хотелось бы посмотреть. И тогда действительно, может быть, будут даны ответы на многие вопросы, в том числе и какие воинские части Российской Федерации участвуют в конфликте со стороны так называемых ДНР и ЛНР. Я на свой запрос в СБУ и в Министерство обороны такого ответа не получил. Надеюсь, что в рамках проведения международных разбирательств доказательства, а не голословные обвинения со стороны политиков, которые сейчас являются властью, и которым выгодно продолжать этот конфликт, чтобы зарабатывать деньги и списывать свою недееспособность на гибридную войну, они все-таки эти доказательства предъявят миру и не только украинцам. Вы знаете, у меня очень много тезисов, но давайте еще раз хочу всем украинцам сказать. Вот есть масса примеров по решению международного суда ООН. Вот надо просто учить историю. Помните, был конфликт между Филиппинами и Китаем в Южно-Китайском море за острова Скарборо шел, если мне не изменяет память. Да, был пограничный конфликт. Филиппины в 2013 году подали в суд. В 2016 году суд присудил о том, что Китай не имеет права контролировать всю акваторию. На что Китай ответил, что это его личное дело. И он будет отстаивать свои интересы, в том числе и с помощью армии Китая. Чем закончилось? Абсолютно ничем. Теперь касательно Климкина, российской пропаганды. Вот с Игорем согласен полностью. Нам так плохо, дайте денег. А теперь давайте они там обвиняют в том, что Россия там чего-то искривила. По поводу шахт, Игорь дал уже исчерпывающий ответ. Это были действительно построены еще в Советском Союзе самые крупные военные склады. А вы их не захопливали, не ковы боевых. Игорь, говорим сейчас не по сути, а говорим тем, как манипулируют наши политики. И, к сожалению, наша, извините меня, на мой взгляд, ужасная дипломатия в международных институтах. В частности, сейчас в Конгрессе или в Сенате, где они там заседают. Второе. Он там рассказывал про Авдеевку. А вы помните, что этому предшествовало? Об этом он забыл сказать. Светлодарская дуга, ползучее наступление. Наши хлопцы метр за метром отвоевывают территорию. Бомбежки Донецка. А потом Авдеевка. Надо понимать, что это война. И нельзя остановиться и рассказывать только часть правды. Мы живем в современном обществе. У нас большие технологии. У всего мира висят спутники, в том числе и над Украиной. Они видят, кто начал. Второе. Третье, вернее. Смотрите. Он рассказывает про то, что Россия интегрировала Донбасс в рублевую зону. Скажите мне, пожалуйста, а кто отключил банковскую систему? Кто разрушил вообще всю банковскую систему на неподконтрольной территории? Кто перестал выполнять социальные обязательства? Кто отключил все банки от переводов? Естественно, это был вынужденный шаг. И вы думаете, это не понимают в Штатах? Вот кому он это рассказывает? Сейчас он начинает рассказывать про национализацию 40 крупных предприятий со стороны ДНР и ЛНР. А он забыл сказать про блокаду и про полтора месяца переговоров о том, что говорили и предупреждали в ультимативной форме, что если блокада не будет прекращена, будут симметричные действия. Вот скажите, кому это проходит и о какой пропаганде говорит украинский министр иностранных дел? А все сводится банально. Дайте денег. А знаете, что смешное? В прошлом году Соединенные Штаты помогали Украине на уровне украинским вооруженным силам 300 миллионов. Сейчас речь идет о сумме в половину меньшей. И это отношение миру к нам, к украинцам, к сожалению, опосредовано через наших представителей, которые во власти и представляют интересы Украины в международных местах. Может, нам просто меньше надо? Пытание в том, что сейчас мы живем. Игорь, я закончу буквально простым тезисом и даже поддержу вас. Меньше надо врать в мире и меньше надо врать собственному народу. Мы сейчас от этой блокады потеряем гораздо больше денег, чем нам дадут на вооружение в Соединенных Штатах или будет транш МВФ. Но за эти транши мы сдадим все национальные интересы. Землю, социальные стандарты, пенсионный возраст и так далее и тому подобное. Я могу загибать пальцы. Потеряем мы больше от того, что эта война кому-то выгодна. Из-за того, что власть не справляется со своими обязанностями, не может восстановить законность в нашей стране и соблюдение права порядка. И у этих проблем всегда есть имена. Только мы это не обсуждаем. Есть конкретные люди, которые отвечают за министерства и ведомства, которые должны обеспечить порядок и развитие нашей экономики. Евгений, вы обещали так коротким тезисом. Будем независимы. Вот смотрите, я считаю, что у Украины есть свой вектор развития. И в первую очередь в основе национальной идеи, новой, которая может объединить люди, может стоять только экономика и социальные стандарты. Вот нет другого сейчас варианта. Националистическая идея полностью не оправдала, провалила, разделила общество на две части. А где вы ее бачили националистичную? О чем сейчас говорит мой визави Игорь? Он говорит, давайте национализируем российские банки. Но национализировать можно только помещения банков. Да, деньги это цифры на счетах. Это первое. Второе. Россия самый крупный инвестор, в том числе и за 16-й год, в экономику Украины. И в основном это банковский сектор, поскольку докапитализировались портфели. Я вам скажу, 65% банковской системы Украины как раз основано на российском капитале. Более того, большинство... Смотрите, благодаря... Вот есть закон перелива капитала, есть риски. Я могу с вами долго о банковском деле говорить, нас даже зрители не поймут. Но деньги идут туда, где им выгодно, где они получают максимальную рентабельность, включаются страховые компании, которые страхуют эти риски. Есть политические моменты в виде санкций. Неважно. Я говорю по факту. У нас часть корпоративного долга государства, большая часть, как раз России, Украфтодор, 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 и многие-многие другие предприятия являются должниками российских банков. И если бы у нас этого капитала не было в структуре экономики, поверьте мне, показатели были бы еще хуже. И я еще раз хочу сказать украинцам, ребят, воюет одна власть со второй. Экономика не имеет границ. Первостепенные интересы. Мы должны понимать, чего мы хотим. Если мы хотим иметь сильную армию, если мы хотим иметь социальное государство, если мы хотим быть равным партнером со всеми, то это в первую очередь вопрос экономический. А чего мы можем предложить, дать или взять у мира? И если мы будем говорить о том, что мы сейчас на зло кондуктору, продолжим блокаду, прекратим торговлю, закроем банковский сектор России, ребят, бюджет упадет еще в четыре раза. И тогда и будем говорить даже больше.